Всем привет! С вами Патриот! Как же я скучал по этой фразе! Ну а ещё больше я скучал по вам! Ведь вы моя самая главная поддержка! Благодаря вам я развиваюсь и развиваю свой канал! Ну что, поехали? Ну а тема сегодняшнего ролика очень серьёзная. Давайте вспомним, что живодёр Соловьёв натворил за существование своего канала. Пропажа собак, убийство собак, кормёжка дерьмом собак, своих же причём. Ну, всё, что мы вспоминаем, какой-то негатив, согласны? То бухой всё время на камеру. Всё мы это прекрасно знаем и понимаем. Но самое главное это то, что он продолжает обманывать свою аудиторию, разбрасывает ложную информацию и собирает с них деньги. Люди, которые начинают смотреть, видят не его, а видят этих миленьких собачек и как-то жертвуют свои деньги. Ну а деньги он просит очень по-мастерски. Давайте разберём парочку вариантов, как он это делает. В своих последних роликах Сало пытается вести себя очень культурно и хорошо, помогает бездомным собакам, хотя до этого, хочу заметить, он в них стрелял. Ты чьи это будешь? Или чья? Главное, что будет, я тебе вынесу, если что-то будет в магазине. На. На. Ты иди. Сейчас рыбкам хлебушка кину. Карасям. Караси, караси. Кормит хлебушком рыбок и говорит, как же прекрасен этот мир и природа, давайте-ка поможем моим собачкам, соберём ещё пару донатов. И его модераторы сразу бегут в комментарии и выманивают деньги из его аудитории. Практически ни один блогер так не делает. Это прям, можно сказать, прямым текстом мошенничество. Но больше всего меня поразило то, что он кидает, или его модераторы это делают. Ну, скорее всего, это он в страйке всем блогерам, которые на него снимают. И да, хочу заметить, этот страйк недавно прилетел и мне. Но слава богу, YouTube всё-таки стал на моей стороне с самого начала. Я зачитаю вам сообщение, которое пришло мне на почту. И вы, кстати, подскажете, фейк ли это или не фейк. Я не стал переходить на ссылку этого ролика, потому что, может быть, меня бы взломали. Возможно, это мошенники. Ну, либо это уже традиционная их сеть, с помощью которой они кидают страйки. Ну, спасибо огромное YouTube, что не удалил это видео и принял жалобу как, ну, неофициальную или как неоправданную. Давайте я вам зачитаю это. Приходит такое сообщение с текстом «Здравствуйте! Мы получили жалобу о нарушении авторских прав на одно или несколько ваших видео». Наши специалисты считают, что этот контент соответствует принципам добросовестного использования и не нарушает авторское право. Поэтому он останется на YouTube. Тем не менее, вы сами можете удалить его или ограничить к нему доступ. Ссылку приложили. Возможно, правообладатель обратится к вам напрямую с просьбой удалить видео или предпринять иное действие. Данное сообщение не имеет юридической силы. За дополнительной информацией о том, что можно сделать в сложившейся ситуации, обратитесь к юристу. Ниже представлена копия уведомления о нарушении авторских прав. Фактический адрес и номер телефона пользователя, отправившего жалобу, скрытый. Мы передадим вам эти сведения только если вы решите предъявить ему иск. В таком случае сообщите нам о своем намерении. Подтверждение и уведомление о нарушении авторских прав. Ваша жалоба будет рассмотрена в ближайшее время. Если она окажется обоснованной и полной, мы примем ее. Вы получите сообщение о нашем решении по электронной почте. Вот такие сведения вы предоставили. И тут пишется имя правообладателя, название компании, если применимо, лайки Соловьева ЮВЭ. Ваше полное имя, псевдонимы, имена пользователя и инициалы недопустимы. Данил Лиховоз. Ваша должность. Имеете ли вы полномочия для подачи этой жалобы? Консультант по авторскому праву многоканальной сети ЮЛА. Представитель автора имя пользователя Данил Лиховоз. Адрес электронной почты. Ну, в общем, вы все сами видите. И, в принципе, непонятно, кто такой Данил Лиховоз от ЮЛЫ. И что-то пишет про лайки Соловьева. Напишите в комментариях, будет интересно почитать, потому что я в целом-то и не разбираюсь в этой теме. Уже Роме приходил такой страйк. Если Рома смотришь, напиши мне, интересно, либо в личку мне там в ВКонтакте. Интересно будет, конечно, разобраться. А так, возможно, это даже фейк. Но уже неприятно, да? То есть, они показывают нам рожки, а сами не понимают, какие рожки у нас. Ведь мы еще по-мягкому с вами общаемся, а вы переходите в какие-то наглые действия, неоправданные. Пытаетесь там что-то куда-то писать, что-то делать. Зачем вы это делаете? Значит, вам очень сильно есть чего бояться, и значит, этот доход вам приносит максимальную прибыль, откасавшись от которой вы можете просто потерять все. Я позвонил Юрию Соловьеву и спросил, что это вообще значит, но, как вы понимаете, внятного ответа я, к сожалению, не получил. Специально обработан. Ну, его обработан, мы его получается нагрели. Ну, вы нарвались. Этот ролик очень серьезный, еще раз повторюсь, и после этого мы с вами сюсюкаться уже не будем. Если Данила Лиховоза или там Юру Соловьева, в принципе, мне кажется, он недалеко живет, а скоро день ВДВ, возможно, заедем, поздравим. Если вы будете продолжать так же наглеть, то, скорее всего, мы не позволим вам этого сделать, потому что у нас есть свои права и свои возможности вам не дать так нагло себя вести в рамках Ютуба и в рамках интернет-площадки. Так что, если вы смотрите это видео недоброжелатели и все, в принципе, услышали, можете написать там «Извини, больше не будем». А если вы будете продолжать так же себя нагло вести, то я вас уверяю, для вас этот будет конец очень печальный. Это не угроза, это просто вам такой совет. Что хотел бы сказать в конце ролика, никогда ничего не бойтесь, идите до конца, если за вами правда, добивайтесь своей цели. Вместе мы всегда победим, нас много, нас большинство, а их как раз таки наоборот, меньшинство, и они очень злые, наглые. Давайте уже их просто убирать с ютуба. Ну, а если будут рыпаться, мы их на место всегда поставим. А еще хотел бы добавить, что до этого я не ставил там ссылочки в ВКонтакте, в Инстаграме, но некоторые из вас нашли меня каким-то волшебным образом, поэтому с этого периода я начинаю подписывать под каждым своим роликом свои ссылочки, так что можете также добавляться ко мне ВКонтакте, писать мне в личку, что вы думаете об этом контенте, какой бы вы хотели увидеть в следующих роликах. Я учту каждые пожелания, постараюсь максимально помочь и записывать ролики, как будет время, так сразу. Спасибо всем огромное, кто за, ставьте лайк, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, и до новых встреч, всем огромной удачи, пока! Сколько и Гафаров заплатил? Сколько и Гафаров заплатил? Ой, я др...